как их можно не любить ведь это наша работа не любить свою работу это делать пустое дело тихо тихо спокойно не надо я и так боюсь если кто-то занимается автомобилями можно поставить гараж и забыть про неё на период автомат можно сдать комнату для хранения оружия и то же самое забыть про них а собаку нет из меня очень сомнительный кинолог если ты пришел сюда как говорится показать себя и не более значит не стоит сюда приходить я пошла я закончил доброго времени суток дамы и господа это программа интервью меня зовут александра орлова угадайте где мы сейчас находимся это гордость уральского округа росгвардии кинологический центр родословные собак вписывают особую отметку из тюменской дружины почему это звучит так гордо давайте разбираться майор заместитель начальника этого центра согласился нас встретить а заодно и ответить на вопросы василий вячеслав здравствуйте в чем же секрет успеха скажем так вашего центра мы так много слышали о тюменской дружине не только мы но и кинологи со всей россии рассказывайте почему вы такие особенные ну одну из характерных черт у нас нашем центре является мы занимаемся подготовкой собак это одна из самых характерных наших задач это воспитание и передача собак в силовые структуры занимаемся мы каждый день на всех территориях города на наших учебных городках и центрах наш секрет в принципе в добросовестном выполнении своих задач и тех задач которые стоят перед нами мой коллега коля смирнов очень любит к вам ездить и каждый раз когда возвращается в первую очередь не потому что мы рядом сидим рассказывает какой-то классный центр какие тут специалисты если его попытаешься что-то возразить он говорит так это ж не только я так думаю но и специалисты со всей россии вот сейчас такая высокая планка с чего вы начинали в 2002 году нашим на этой территории образовался наш кинологический центр мы перебрали очень много методик подготовки служебных собак мы перебрали очень много теорий различных ситуационных задач именно в подготовке наших служебных животных конечно и не обошлось и подборе наших подчиненных и личный состав и специалисты кинологи но к сожалению сейчас мы вышли на тот уровень на тот уровень который нам позволяет качественно выполнять поставленные задачи но проблемы конечно были проблемы были и по мере их значит поступления мы их решали здесь в нашем центре проходят обучение и сотрудники омон и специалисты кинологии силовых структур с ними проводят занятия и вот для для более качественного их проведения занятий и подготовки их как специалистов и служебных собак мы проводим различные значит методики по отбору наших подчиненных преподавательский состав подчиненный состав которые могут не просто дать информацию о которой могут научить и на своем личном примере показать как выполняется тот либо иной пример и как необходимо осуществлять свою работу своими силами или вам кто-то помогает есть какая-то поддержка взаимодействие мы проводим со всеми силовыми структурами города тюмени тюменской области также с администрации и самим губернатором области как для примера можно сказать в прошлом году значит губернатор тюменской области александр мор и командующий уральским округом нашим находились здесь и во взаимодействии с ними было организовано открытие дома для военнослужащих и членов их семей в принципе по вопросам взаимодействия мы проводим работу есть значит со всеми структурными подразделениями нашего города для полноты работы в различных направлениях именно нашего центра скажу честно я мечтала поговорить с вами еще когда увидела сюжет про юбилей росгвардии друзья это артем жевжик сейчас появятся титры и вот вы тогда держали на руках малинуа правильно щенка и с такой теплотой любовью говорили что первый мой вопрос любовь важно для кинолога любовь к собакам и дисциплина все-таки во главе угла собаки живые существа и мы живы как их можно не любить ведь это наша работа не любить свою работу это делать пустое дело собака это напарник или подчиненный знаете в нашей ситуации нашем случае это быстрее всего боевая единица боевой товарищ в середине прошлого века австралийскими учеными был проведен эксперимент на кинологов и на собак закрепили датчики для измерения пульса связи с физиологическими анатомическими особенностями сердце бьется у всех по-разному но когда они начали приближаться друг другу сердца у них стали биться в унисон и это научно доказанный факт от которого уже никуда не деться а наши кинологи выполняют свои боевые задачи и от их неслаженной работы зависит жизнь и жизнь не только их самих но и тех кто нас окружает поэтому это наши боевые товарищи неразделимый тандем а как складываются эти тандемы как выбрать себе товарища вот как кинологу не ошибиться выборе щенка и обязательны ли щенка можно например бывает такое что начинают работать сразу взрослый собак да бывает такое что начинают работать со взрослыми собаками связи с нашей спецификой у нас есть племенной питомник на котором мы выращиваем поголовье и передаем уже подрочных щенков то есть от 6 месяцев и кинологи которые к нам прибывают выбирают уже именно вот от 6 месяцев и выше собака лично мне удобней из моей практики исходя работа со взрослыми собаками то есть вот этот вот пеленочный период мы исключаем и уже видно что она себя показывает как к ней подходить да есть свои моменты человека с ней занимался до этого какие-то ошибки допускал еще что-то это приходится исправлять а так предпочтительные если домашних условиях то брать щеночка можно воспитать любую собаку у нас у всех свои характеры или есть такие которые вот ну ничего не поделать вот упёртая она и все нет такого не бывает можно воспитать абсолютно любую собаку у каждой собаки как у человека есть темперамент ну соответственно к ней нужны подходы индивидуальный подход он и в педагогике прописано у нас это и собаками дрессировка собак это то же самое обучение та же самая педагогика принципы практически одинаковые в зависимости от этого темперамента собачьего может быть они какой-то определенной работы занимаются это поспокойнее там на такие работы уходит это более активная да конечно вот этим заниматься конечно также собаки у нас есть меланхолики сангвиники флегматики для работы по поиску взрывчатых веществ больше подходит флегматичные собаки соответственно для работы по задержанию преступников патрульно-жескальные собаки которые у нас категория там уже сангвиники я знаю что четверолапые бойцы тоже уходят на пенсию спустя какое время какой скажем так у них вот срок службы и что потом с ними происходит на этой самой заслуженной пенсии да действительно собаки отрабатывают отрабатывают достойно и уходят на пенсию средний возраст 89 лет но они не пропадают в основном их забирают и люди которые с ними занимались забирает уже в дом да да то есть это получается действительно боевой товарищ на всю жизнь на всю жизнь тихо тихо спокойно 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 не надо я и так боюсь очень сильней меня так тихо тихо все Из меня очень сомнительный кинолог Тихо, тихо Если вот сейчас представить, что молодые мальчишки там где-то за экраном Посмотрели это интервью и вдохновились, решили Вот это мое, я хочу стать кинологом, я хочу попасть в этот центр С чего им начать вообще? Ну, начало должно быть с самого, как говорится Малого, необходимо определиться, кем ты хочешь стать в будущем Либо кинологом, либо инженером, либо специалистом по направлению деятельности Нефтяной, либо газовой Если ты определился быть специалистом кинологической службы Необходимо почитать немного литературы и прийти к нам в центр И здесь мы проведем ряд отборочных мероприятий И если, соответственно, те кандидаты, которые прошли отбор Мы их возьмем на военную службу И в дальнейшем будем, соответственно, учить их и организовывать с ними работу В принципе, и все Мой любимый вопрос Кинологам в вашем центре может быть только мужчина или женщина тоже? Или все-таки лучше нам довериться сильному полу, а не с собаками на ты? Приходят женщины и показывают причем неплохие результаты Но есть и сильные ребята, вот именно мужчины, либо военнослужащие мужского пола Которые также показывают хорошие результаты Здесь надо просто смотреть Если ты кинолог, то ты кинолог Если ты пришел сюда, как говорится, показать себя и не более Значит, не стоит сюда приходить А если человек заинтересован именно в кинологической службе Именно в работе с собаками Именно в получении знаний, достижении своей цели Тогда действительно стоит прийти сюда Мужчина или женщина Все показывают у нас хорошие результаты В зависимости от поставленной задачи А есть ограничения по возрасту? Ну вот, например, я сейчас загорюсь и решу, что хочу прийти Хочу полностью поменять свою жизнь и свою деятельность и прийти сюда Либо уже поздно Не поздно, значит, до 25 лет Мы, значит, берем на военную службу военнослужащих И проводим, соответственно, все отборочные мероприятия И зачисляем уже списки центра Вот, в принципе, и все До 25 лет спасибо вам большое за комплимент Это очень тесная связь И дисциплина, понятно, очень важна Но можно ли, особенно когда они еще щенки Немного побаловать, что ли? Или это никаких нежностей? Да можно побаловать не только щенков Можно баловать и взрослых собак Это не только можно, это и нужно Это как вид поощрения Если их не баловать, они же Ну, они живые существа Они хотят радости Собака, она как ребенок То есть она развивается Примерно по уровню развития собаки Это как вот уровень развития ребенка То есть она всегда пребывает в таком состоянии И всегда хочет, чтобы ее поощрили, погладили Дали ей что-то вкусненькое Собака такое существо, которое работает В отличие, например, вот корова дает молоко, приносит в пользу Кошка там ловит мышей А собака, она работает за радость Она доставляет радость нам И доставляет этим радость себе Ой, не знаю, моя собака работает за вкусняшки Ну, это радость для нее А она ест вкусняшки, это радость для вас У вас тоже в связь Мы скоро продолжим Не переключайтесь